Бастион появился в Майнкрафте относительно недавно. В адском обновлении 1.16. И даже не поспоришь с тем, что это одна из самых крутых структур в Майнкрафте. Найти её не так сложно, они довольно часто встречаются во всех биомах Незера, кроме базальтовых дельт. На первый взгляд, Бастион не кажется каким-то устрашающим. Есть пиглины, которые не будут тебя замечать, если ты в золотой броне. Но кто знает, вдруг за углом находится брутальный пиглин, которому мягко говоря, пофиг во что ты одет. Он попытается тебя убить в любом случае. Плюс ко всему, сама конструкция, очень ненадежная, из-за того, что она построена из блоков чернита. Иногда сложно заметить какую-то дырку, иногда сложно заметить какую-то дыру, и из-за этого очень просто упасть прямо в лаву. Но сегодня мы собрались для того, чтобы отыскать все секретные места в Бастионе. Привет, меня зовут Неркин, и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Вы только гляньте на эти блоки структур, посмотрите на сколько их много. И как и все в принципе уважающие из себя структуры, они поделены по различным видам. Потому что если вы не знаете, сама структура Бастион делится на 4 основные части. Первая это мост, с лавой внизу, вторая это стойла для хоглинов, третья это жилые помещения, или казармы можно как кому удобнее будет называть то все. И самое последнее, то что интересует больше всех, это сокровищницы. Поэтому я все красивенько разделил на 4 этапа, и давайте будем сразу же смотреть. Начнем мы пожалуй с моста, выглядит он вот таким образом, и на нем как вы видите, уже есть небольшие блоки золота, вы должны были его встречать уже. Сама по себе это довольно большая структура, и сам мост находится прямо таки под самой главной частью золота. Затем идет соединяющая средняя часть, на это мы не будем очень много тратить времени. Еще одна соединяющая средняя часть, вот таким образом они соединяют некоторые другие части моста. И затем опорная колонна, вот посмотрите почему его нет. Вот одна опорная колонна, и сразу же вторая опорная колонна. Сразу вам скажу, что будут вот такие встречаться похожие друг на друга, потому что есть разные вариации бастионов, которые могут вам попасться, поэтому некоторые будут встречаться очень часто вот такие. Затем идем дальше, это крепостной вал, это прям большая огромная структура, такие вы встречали 100%, потому что внутри у нас получается нету практически ничего. то есть посмотрите, все состоит полностью из обычных цельных блоков, только внутри есть один небольшой сундучок. Затем крепостной вал, здесь уже есть сразу три сундука, это очень похоже на предыдущие, только внутри у нас есть вот такой. Я думаю, что это вы точно встречали, есть один сундук, второй сундук, сразу третий, либо же может быть только вот один сундук, вот так и здесь тоже третий сундук. Это вы уже тоже встречали эту штуку, и это все часть именно моста, а не самого главного бастиона. Затем она взвет стена для вала, которая соединяет вот эти вот две стены. И главный вход, посмотрите, гигантская прям структура здесь внизу, лава есть, красиво все вытекает. В этой структуре можно найти один сундук, и что самое главное целых семь спрятанных золотых блоков. Показывать я их вам конечно не буду, чтобы вам было интересно искать их самим. Затем идет второй вход, он выглядит прям тоже очень масштабно, а что мне залагал Майнкрафт на секунду. Я думаю вы встречали эту структуру, потому что она очень часто попадается. И что самое главное, здесь вроде бы на первый взгляд кажется, что ничего нету. Сундуков здесь нету, но внутри этой структуры есть целых два золотых блока. Затем у нас идет лицевая сторона главного входа, а потом идет первое настенное основание. И сейчас вам сразу покажу последнее, второе настенное основание. Мне эти две структуры очень похожи, но они просто как будто бы отзеркальны друг от друга. И вроде бы кажется, что здесь нету ничего интересного внутри. Но я вам сразу говорю, что здесь есть аж целых 3 блока золота. То есть что в одной, что в другой можно найти 3 блока золота. И вот я вам скажу честно, что пока я не начал исследовать всю эту тему, я не знал, что практически в каждой вот такой вот штуке находятся где-то внутри блоки золота, а не где-то зарыты. То есть их еще нужно найти. То есть бастионы не такие простые, как нам кажется. Затем у нас начинается стойло для хоглинов, именно в этих местах можно чаще всего встретить таких мобов как хоглины. Ну потому что пиглины их использовать в качестве еды. У нас есть сразу 10 одинаковых структур, я не буду показывать прям каждую из них, мы с вами очень быстренько по ним пройдемся, все они практически друг на друга чем-то похожи. В некоторых встречаются сундуки, как видите, вот здесь можно ух ты, алмазную кирку на шелковое касание найти это круто. А в некоторых вообще ничего нету, они пустые попросту. Можно найти, понятное дело, вот например, такие ограды, в которых как бы должны стоять хоглины, но, как видите, они какие-то криворукие. То есть только остатки этих каменных оград можно здесь найти. В некоторых может быть песок-душ, вот таким образом. Практически в каждой из них есть светящиеся лампы, как видите, вот тут, вот тут, и только в одной из них, если я не ошибаюсь, где она, вот я специально ее обозначил, только вот здесь в одной можно найти где-то блок золота. И, к сожалению, мне не повезло, потому что этот шанс появления этого золотого блока, аж целых 25%, то есть мне вообще не повезло. Я только что попробовал, попытался, и ничего у меня не получается, не могу я выбить эту комнату сразу же золотым блоком. Затем у нас идет лестничная стойка, вот таким она образом выглядит, самая странная, и следующая лестничная стойка, и стена тоже. Они такие часто встречаются, вот одна, вот вторая стена, они очень похожи. Затем идет крепостной вал, в котором мы уже можем найти что-то интересное. Выглядит вот таким образом, будто бы вот тот, что у нас уже был. Здесь опять-таки можно найти три сундука, как видите, нам попались три сундука. И четыре блока золота у нас тоже можно найти именно в этой части бастиона. Но опять-таки они все спрятаны где-то внутри, и найти их будет, ну не очень просто, скажем так. Затем у нас идет еще один такой же самый крепостной вал. Но здесь у нас встречается только два сундука, один вот здесь вот прям вот сверху, и еще один только уже поменьше. Затем идет еще один, только уже прям очень маленький, и здесь только всего лишь навсего один сундучок, в котором можно что-нибудь себе добыть. Затем у нас опять идут те же самые стойла для Хоглина, только уже опять-таки как будто бы отзеркаленные в другую сторону. В некоторых, как видите, опять-таки может появиться сундук, в некоторых вообще он не появляется, и можно с 25% шансом, чтобы у нас появился опять комната с золотом. Но она у меня опять ничего не появилась, обидно. Но я думаю вы понимаете, вот так они выглядят. Затем уже у нас начинаются ступеньки. Как видите, вот таким образом они выглядят. Нормальных людей это какая-то хрень, у пигленов понятное дело это ступеньки. Подобных ступенек ну крайне много, все они практически похожи друг на друга, с исключением некоторых блоков. То есть там может быть где-то лампа, где-то ее может не быть, где-то есть какие-то выступы, где-то их нету. Но практически, как видите, вот вы смотрите, и они мне все на одно лицо. То есть я не вижу ни одной разницы. Вот так выглядят эти все ступеньки, и все это разные структуры. Посмотрите, как их много. Интересного в них практически нету ничего. Здесь можно найти магмовые блоки, но если вам так нужны фонари, то почему бы и нет, можете их добывать себе. А так, это все какие-то странные развалины, вообще непонятно, где здесь могут быть нормальные ступеньки. А, ну разве что, вот здесь они есть. Да, согласен. И опять-таки, три последние структуры, это крепостные валы. Они опять отзеркалены от тех, которые у нас уже были. Как видите, вот они. Выглядят идентично. На первый взгляд, они тоже кажутся все одинаковыми, но есть небольшое исключение. Например, вот в этом можно найти только один сундук. И все. Больше ничего. Где-то есть здесь. Вот, как видите, вот здесь. Можно прорубить его себе. И найти только один сундук, это не интересно. А вот этот вот, уже крайне интересен. Потому, что именно в нем можно найти целых 12 блоков золота. И если приложить какие-то особые усилия, их здесь можно найти. Но это будет все трудно. Проще, мне кажется, их выкопать в месе. Но если вам повезет, и вы скопнете где-то, то вы найдете именно в этой структуре 12 блоков золота. А в этой золота, к сожалению, нету. Но есть только один. Его лишь небольшой, маленький сундучок. И он выглядит. О, вот он. Вот здесь. Вот так. Его здесь можно найти. Все. Больше здесь ничего интересного нету. И таким образом у нас закончились стойла для Хоглинов. Я, наверное, на всякий случай уточню, что 12 блоков золота не будут сразу находиться в одном месте. Они будут разбросаны сразу по нескольким вот таким небольшим комнаткам. Либо же они будут полностью покрыты чернитом. И так дальше. То есть, вы не подумайте, что в одном месте сразу 12 блоков. Это было бы слишком просто. Ну а затем у нас идут казармы. Либо же, как их называют, жилищные помещения для наших Иглинов. Проще говоря, домики, в которых они спят. Но, как вы знаете, кроватей там нету. И первым делом у нас идут центры. Выглядят они вот таким подобным образом. Здесь можно найти адские наросты и еще несколько сундуков, в том числе узоры флага. И таких у нас еще две структуры. Как видите, они практически одинаковые, но только отличаются за некоторым исключением. Где-то больше пескодуш, где-то меньше пескодуш. Но сундуки, это стабильно, они здесь есть. Но лут, понятное дело, это все рандомная штука. Их будет не сразу три, а только один из этих трех. То есть, какие-то вариации у нас есть. Есть вот такие штуки, называются дорожки. Вот так они выглядят. Это тоже структуры. И стены. Та же самая стена, которую вы, в принципе, видели. И крепостные валы начинаются. Наши любимые. Именно там в них можно найти какие-то приколдесные штуки. Здесь, как видите, есть три сундука. Но, к сожалению, золота вы здесь не найдёте. Только три сундука. Затем у нас идёт ещё один крепостной вал. Тоже уже чуть поменьше. Средний. И уже в нём можно найти только один сундучок. Больше ничего. Видите? Он уже с этой стороны. А в других, он был вот с этой стороны. Как вам повезёт. Затем у нас идёт самый маленький крепостной вал. И уже в нём, в отличие от всех предыдущих, вообще нету сундуков. Обделили его. Затем идёт вот такая верхушка. Я, правда, не знаю, от чего именно эта верхушка. Но она есть. Ну и начинается структурой, которых очень много. Названы они вот здесь, как сцена. Правда, выглядят они вот таким образом. Я не знаю, что это за сцена. Они прям очень похожи. Вот смотрите, вот что здесь, что здесь. Это разные структуры. Посмотрите. Сцен, этих прям, ну очень много. Я не знаю, что они здесь делают. Возможно, они как-то выступают, как-то общаются. Но, таких очень много штук. Посмотрите. А они могут быть самых разных размеров. Вот это вот тоже считается за сцену. Вот это тоже считается за сцену, посмотрите, они два практически идентичных сооружения, только, ну, за исключением нескольких блоков, понимаете? Это очень странно, что разработчики сделали вот столь подобные вариации, и ты думаешь, что каждый раз заходишь в какой-то новый бастион, но на самом деле это один и тот же, просто несколько блоков изменено. В них практически нету ничего интересного, кроме некоторых, в которых есть сундуки, я правда не могу их найти, а вот есть, вот. Вот, например, в одном из них есть сундучок, вот, привет. Алмазная кирка на починку, да еще несколько плачущих обсидианов. Ну, приятно очень. И практически в каждой из вот таких вот сцен можно найти либо сундук, либо же блок золота, опять же, с шансом в 25%. Вот здесь мне, конечно, повезло, в другие, к сожалению, не повезло. Удача третьего уровня, капец, спасибо большое, очень приятно. То есть, таким образом, это называются сцены, но я не знаю, почему именно называются сцены, возможно, они такие имя дали сами разработчики. Ну и последнее, это у нас идут верхушки, опять вот это первая верхушка, очень похожа на предыдущую, вторая, очень похожа тоже на предыдущую, и стена. Вот, посмотрите, это уже стена называется, это никакой не крепостной вал, как вам может показаться. И вот здесь уже у нас сундучков, к сожалению, нету, но можно найти 5 золотых блоков. Вот и все, то есть, опять-таки, нужно приложить очень много усилий, чтобы найти какие-то блоки золота, честное слово. Они все не в одном месте, а в различных рандомных. Ну и последнее, что у нас есть, это база, вот так она выглядит тоже, они практически все идентичны. Посмотрите, вот что вот здесь, что вот здесь, они похожи очень сильно, и тут у нас уже 12 блоков золота можно найти, если постараться. И где-то можно также найти себе сразу же 2 сундука, вот сразу, вот, двойной большой сундук, как видите, в котором есть довольно-таки приятные вещи, вот, еще и золотой блок есть, и железоблок. Вот такую бы штуку найти, и было бы вообще четко. Ну и самое последнее, что вам так всем интересно, это сокровищницы. Я специально все для вас вывел в самое начало, потому что именно в центральных структурах находится то, из-за чего это все называется сокровищницами. Посмотрите, первый центр, здесь сразу в одном месте, как видите, 19 блоков золота. И сундучок, понятное дело, в котором можно найти что? Анезоритовые слитки? Алло! Это вообще законно или нет? Затем у нас идет еще один центр, вам может меньше повезти, но тут уже будет 2 сундука, но всего лишь навсего какие-то 12 блоков золота. Это мало, но все же сундучки, я думаю, что перекроют эту недостачу. Затем идет еще один центр, уже 16 блоков золота, чуть меньше, конечно, чем в первом. Здесь только один сундучок, в котором можно найти анезоритовый слиточек. Красиво выглядит, вот это то, что мне надо, вот честное слово. И последний центр, который есть, это 13 блоков. Также, посмотрите, небольшой, маленький, но здесь уже только один сундук. И он так себе. То есть, если вот это вот вы найдете, это вам крайне-крайне мало повезло. Потому что самый сок вот именно вот здесь. Потому что 19 блоков золота. Вдумайтесь в это. Вот такие сокровищницы, чтобы каждому попадались, было бы круто. А вот уже следующий, у нас идет бассейн с лавой. Посмотрите, вот так он выглядит. И оказывается, это тоже часть сокровищницы. То есть, уже вот здесь у нас может появиться спавнер, как видите. Это спавнер с лавовыми кубами. И вот небольшой проходик вот здесь. То есть, я считал, что это должно как бы касаться мостов. Но, к сожалению, это касается именно сокровищницы. Вот таким образом это все выглядит очень красиво. Вы не подумайте, я поставил здесь блоки барьера, чтобы это все не вылилось. Вот сюда и не потекло, и нам ничего не залило. Но это все красиво выглядит. Сокровищницы топовые. Затем у нас идет два вот таких вот угла. Они ничем не применчательны, ничем не интересны. Затем стена, стена, стена. И еще раз угол. Посмотрите, вот. Это тоже считается за структурой. Они тоже беспонтовые. А, еще есть одна стена, если не ошибаюсь, да? А нет, это угол, угол, угол. И все. Вот теперь на все 100% я вам показал самые неинтересные штуки в сокровищницах. Дальше у нас есть еще один мини-мост. И здесь из интересного только, вот как вы видите, два блока золота. И все. То есть небольшой мостик. Вот это вот часть того черепа, который мы видим вообще в целом. Что самое интересное, здесь есть структура под названием Fire Room. То есть пожарная комната. И выглядит она вот таким образом. Она довольно редко встречается. И здесь есть четыре источника огня, которые стоят на Назараке. Странная комната, я не знаю для чего она. Но, как видите, она существует. Она довольно редкая. Если вы нашли, то вам тоже очень повезло. Но здесь ничего интересного нет. Никаких сокровищ. Затем следующее, что называется домом. Я, правда, не знаю, это сложно называть домом первое. Затем еще один домик. Тоже вот таким образом выглядит. И еще один мост. Самое интересное то, что в разделе с сокровищницами больше всего находится структур с названием мост. Посмотрите, таких очень много. Все это небольшие мини-мосты. Они соединяются в один, тем самым создая какую-то уникальную структуру. Это очень интересный способ создания структур. То есть из нескольких рандомных, они каждый раз создают что-то поистине интересное. Не похожее друг на друга. Есть у нас еще вот такая штука под названием стена. Здесь вообще нету ничего интересного. Ни блоков золота, никаких либо сундучков. А вот следующее, думаю, вы встречали довольно-таки часто. Это главный бассейн славы. Я тоже здесь все перекрыл барьерами для того, чтобы это все выглядело красиво. Посмотрите, вот это, вот это называется главный бассейн славы. Здесь тоже ничего интересного нету, кроме 357 источников лавы. Как вам такая полезная информация? Затем есть еще один главный бассейн славы. Он практически похож на предыдущий, только некоторые блоки отличаются. Но все это два идентичных сооружения. Есть еще вот такая стена. Я думаю, вы ее встречали. Она уже интересна тем, что здесь может появиться два сундучка. Вот, нам повезло. И еще блок золота. Вот таким образом она выглядит. Еще одна точно такая же стена, будто бы от зеркаленной. Отличается только несколькими блоками. И здесь уже двойной сундук вместо двух одиночных сундуков. Тоже один блок золота. Есть еще одна стена. Она уже поменьше, чем предыдущие две. Но здесь нету никаких сундуков. Здесь только есть шесть блоков золота. И как видите, они все прям сразу на виду. Их можно себе получить, добыть и пользоваться. Чисто граби шпигленов для того, чтобы с ними поторговать их же золотом. Дальше у нас тут крыши. Ну, крыши как крыши. Целых три штуки различных размеров. Самые неинтересные тоже структуры в сокровищницах. Есть еще отдельная структура. Это ступеньки. Длинная стена. Вот длинная стена немножко интересная, потому что она довольно-таки красиво выглядит. Ух ты, ё-моё. Не уберег, скажем так, от лавы. Здесь нету блоков золота, но здесь есть один небольшой сундучок. Затем идет еще одна длинная стена. Она уже тоже беспонтовая. Здесь нету ничего, ни блоков золота, ни сундуков. И таких стен у нас еще пять штук есть. Все они опять-таки плюс-минус похожи друг на друга. Есть лава. И в некоторых может быть сундук. В некоторых сундука нету. И вообще в целом во всех стенах нету ни одного блока золота. Так что будьте аккуратны. Здесь вообще нечего искать. Затем у нас идет еще одна стена. Тоже очень интересно. Еще одна стена. То есть таких вот стен у нас аж целых шесть штук. Капец интересно, правда? Но есть вот такая штука, похожая на предыдущие стены. Но это называется главный вход. Вот так он выглядит. То есть через вот эту вот штуку вы должны входить в бастион. Похожих таких вот входов у нас есть еще две штуки. Но они уже называются обычными стенами. И они тоже ничем не примечательны. Нету ни сундуков, нету ни блоков золота. Ни с каким-либо шансом они здесь не появляются. Самые обычные структуры, в которых ничего нет. Ну и последние две структуры, это первая стена. Во как, с дыркой. И еще одна стена уже без ничего. Вот таким образом у нас из всех вот этих вот структур генерируется наш бастион. Вдумайтесь, сколько этих структур здесь есть. И насколько сильно генератор заморачивается, выбирая самые рандомные из них. И вам тем самым кажется, что каждый раз вы попадаете в самые различные бастионы, которые не похожи друг на друга. А все из-за того, что они отличаются несколькими блоками и расположены в разных сторонах. То есть, одна в эту сторону повернута, другая в другую сторону повернута. И тем самым уже создается небольшое впечатление того, что это совсем разные бастионы. И они друг на друга ничем не похожи. Я так думаю, что этот ролик вам очень понравился, потому что вы давно просили бастионы. Я вам показал бастионы. Можете написать мне вообще еще, какие бы структуры вы хотели видеть в Майнкрафте, чтобы я вам показал их целостно. Возможно, старые деревни, которые были. Это уже все на ваше усмотрение. Дайте мне знать про это в комментариях. А если вы здесь впервые, то не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход в следующих видеороликов, и также не забудьте поставить лайк. А с вами как всегда был я, Неркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышемся!